друзья мои всем привет сегодня у нас очередное видео моих находок в секонд-хенде давайте будем смотреть сегодня много видите как много у меня получилось и прошу заранее меня простить у меня не слишком хорошо сделаны ногти не слишком свежие так скажем поэтому пожалуйста не обращайте на них внимание давайте рассматривать лучше украшение так первое украшение всегда такая делива с чего начать что оставить напоследок чтобы привлечь ваше внимание давайте начнем с этого интересного украшения это компания stella and dot есть такая компания у нас я не знаю это американская или канадская если честно очень интересное украшение она в общем-то простенькая но меня привлекло в нем необычные интересные вот бусины такие знаете посмотрите какие они интересные все значит разные 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 формы по-разному собраны ну в общем здесь по-моему три вида вот такие просто круглые такие продолговатые баллончики и вот такие вот интересные белые с такой вот интересной формы с круглыми такими шариками я даже не знаю что это за материал но похоже по всему что это не пластик может быть стеклышки какие-то а может и пластик не знаю но так интересно сделано вот такие вот видите плохо фокусируются вот такие золотые насечки на них на всех в общем интересное интересное украшение вот такая вот удлинительная цепочка причем ее можно снимать как интересно знаете я даже не обратила внимание здесь вот на конце два крючка и удлинительная цепочка с шилдиком с этим с названием бренда и вот здесь вот на конце еще вот этот крабик застежка ой слушать это очень странно и очень странно и очень необычно вообще не поняла вообще не поняла значит вот это так на конце удлинительной цепочки вот эта вот штука то есть она в принципе должна быть с этой стороны и вот за какой-то из этих вот застегиваться в общем как всегда загадки загадки странности не знаю или может быть у них действительно она отвалилась и они случайно не на то надели у меня уже было такое в каком-то из моих видео я так и не разгадала почему они так почему так сделано ну в общем вот такая вот интересная интересная загадочная совершенно загадочная загадочная история вы такие странные странности но тем не менее неважно украшение интересно необычное такое знаете немножко ну такой на каждый день если не слишком нарядная но прикольная на лето очень симпатичный вот решила вам показать сразу следом вот такую брошь потому что она очень подходит к этому украшению предыдущему который я показывал если я сейчас его верну то они будут очень неплохо смотреться вместе ведь они прямо по цвету золото с белым прям очень совпадают а это брошь эмалевая такая брошь эмаль золотом что мне сегодня или фокус плохой или я не пойму что ты или я или я плохо вижу в общем короче она маркирована но я маркировку не разобрала видно что брошка винтажная по по застежке вот это вот форма такая плечики как правило это более такие старенькие вещи может быть это сороков потому что знак копирайта и какие-то непонятные совершенно буквы но я так и не разобрала что это такое ну какая то есть маркировка и суть по всему брошь эмитажная тоже такая классическая вроде бы ничего не нету но есть какой-то какая-то элегантность приятная красивая еще одну брошечку покажу вам но это брошь явно наверное скорее всего современная возможно даже китайская не знаю трудно сказать но очень красивая если вы слышите жуткие звуки опять как всегда то это ветер у меня за окном потому что у нас страшный ветер сегодня и с ветром у нас минус 29 очень холодно на улице и вот этот ветер он за окном у меня прямо прямо такой знаете прям бьется в окно и гудит как будто бы как будто бы просто ураган какой-то смотрите какая красивая брошка даже если она современная но несмотря ни на что она очень симпатичная очень блестящие красивые кристаллы это пеликан птичка до пеликан наверно на одной ножке такой очень изящная очень красивая и такая мне даже не особенно важно что она не винтажная пусть будет современная маркирочек нету никаких вот такая вот красотка хочу вам сейчас хочу вам еще показать вот такой интересный браслет еще у меня тоже остался ценник он мне стоил 499 5 долларов отрезаем без всякого сожалеть ну кстати я хочу сказать что украшение винтажные в наших секонд-хендах не принимают назад их нельзя вернуть если уже купил то купил даже если она поломанная вдруг вы домой пришли обнаружили что она поломанная непонятно что все равно вернуть нельзя потому что ну так вот такая у них политика так что вот смотрите какой интересный браслет это браслет маркированный компании джей крюм причем здесь есть маркировка что этот джей крюм был у меня такой плохой фокус сегодня прям если вы разберете эти джей крюм и это какая-то компания которая делала этот браслет для джей крюм то есть это какая-то коллаборация джей крюм с какой-то вот такой вот компанией я не могу прочесть не знаю этой компании не разобрала если вы знаете девочки напишите мне но браслет потрясающе интересно такая знаете такой такая эклектика смешение дизайнов эпох вот вот это вот все это явно такой знаете арт-деко а вот это вот черепаховая история было модно несколько лет назад прямо ворвалась в моду то есть это не не первый раз уже врывается но вот какое-то время назад несколько лет назад было прямо модно вот такая вот вот такие вот бусы и серьги и в общем браслеты в том числе вот именно вот таким вот пластиком вот таким вот черепаховым не знаю почему такое называется но сама сама вот эта вот смесь очень очень интересная так вот она выглядит с обратной стороны состежка интересная такая состежка как будто бы винтажная такая интересная интересный браслет именно интересен своей своим таким необычным смешением стилей вот такая вот такая штука это пластик наверно вот эти синие кабошон ну в общем вот такая история следующий кулон расстегнулся он у меня или порвался что у меня здесь происходит а вот так я думаю что у меня что-то порвалось застежка крючок я не могу сказать про возраст не уверена не знаю застежки суде вроде не современная а на вид выводе бы современная эта компания и эти и простенький такой знаете типа мальтийский крест с интересными такими голубыми вставками бусинками кабошонами не знаю как сказать пластик наверное скорее всего так скажите мне что это великий стучатель не может никогда разобрать что за что за материал вот такая вот вот такой интересный кулон и к нему цепочка стоило это все дело мне 499 дало этикетки красивый красиво выглядит такой знаете скромный но очень красиво вот эти вот голубые камушки они очень его украшают делать его очень необычным таким знаете ну не знаю нравится плюс подписанный эйвон в принципе совсем неплохо так что он дальше показать давайте покажем ничуга вот такая вот нитка черного жемчуга вы знаете настолько настолько качественный и настолько красивый это конечно не натуральный жемчуг то есть не то что конечно но я думаю что это не натуральный жемчуг у меня не сохранился ценник на нем но это по-любому либо стеклышко либо не знаю может натуральный жемчуг не может быть ну потому что это очень была бы дорогая вещь скорее всего стекло потому что она холодная и по звуку вот так вот звучит слышите как стекло в прекраснейшем состоянии не знают уже я думаю что тоже не очень старенькая судя по застежке обычно такая застежка бывает в украшениях тоже джей крю вот характерное украшение джей крю именно вот этой вот такой застежкой таким ну крабиком таким необычным но здесь нету обычно джей крю имеет еще шилдик может он оторвался может быть может быть это не джей крю но очень похоже очень красивый очень красивый жемчуг просто такой знаете тяжелый приятный на ощупь видимо что очень качественный посмотрите как хорошо сделан прекрасном состоянии вот такая вот нитка замечательно блестит переливается так интересные клипсы тоже жемчужные я думаю что винтажные три такие бусины жемчуга такой золотой оправе смотрите какие они интересные маркировочек нет у них никаких нету нету слышите как ветер шумит ой слышите слышите хорошо что мне никуда не надо сегодня вот такие вот клипсы очень необычной формы и очень такие не нестандартные я думаю что они винтажные я как бы никогда таких не встречала ни в каких показах ни у кого нигде вот вот такой странной необычной формы ну классные прикольные так еще одни серьги это такие серьги бэзель я еще видела там по-моему в магазине колье похожее но она лежала за прилавкой у меня не было времени может быть я туда вернусь вот такое красное колье бэзель смотрите какие они симпатичные в середине бусинка не бусинка а стразик не стразик а кабошон не знаю девочки как это называется не ловите меня на слой вот такие милые прелестные маленькие сережечки блестящие при переливающиеся и очень интересно сделано у них задняя часть я думаю что вот эти вот кто-то уже добавил новые новые застежки видите как она выглядит сзади то есть я думаю что она винтажная судя по всему по задней части или какая то здесь маркировка или мне кажется что такое есть или нет ну в общем похоже что они винтажные судя по тому так у меня все время фокус раз фокус фокус раз фокус судя по тому что здесь есть какая то короче красивые такие нежные аккуратненькие симпатичные очень красиво такого гранатового цвета вот такие вот милые сережки гвоздики так у меня есть еще одно колье похожие тоже жемчужное вернее тут и жемчуг и чего тут только нет в нем привлекло оно меня своим своей интересной слушайте я так тут раскладываю у меня уже места не хватает я решила сегодня видите я обычно убираю свои то что я показываю вот я решила оставлять на столе но вот у меня какой-то раз фокус получается и места не хватает вот такое интересное колье тоже у меня еще есть к нему цена 5.99 6 долларов отдала он мне пришел наверное слышали звук когда его приходит на компьютер такой звук характерный оно довольно короткое и состоит из раз два три четырех четырех звеньев четырех таких цепочек но очень интересная очень красивая черный металл есть маркировка это компания лофт лофт на конце здесь тоже такая бусинка жемчужная и вот такая вот такая вот куча ниточек значит одна одна нить вот такая вот черных таких стразиков состоит с прозрачной стразики но в черное праве они получаются такие черные интересная нитка потом одна нитка жемчуг это вот совершенно отличается от этого вот сразу теплое и легкое сразу видно что это пластик не стекло две нитки жемчуга вернее одна по крупнее и одна по мельче видите здесь еще какие-то бусинки вставлены между этими жемчужниками а здесь просто и вот такая нитка прозрачных прозрачных бусин тоже со вставками из черных маленьких бисеринок таких вы знаете красивое колье оно очень красиво смотрится на шее я вам померю потом только очень трудно его показывать потому что оно все крутится вертится но вы поняли в чем смысл на мне будет понятнее виднее как оно смотрится вот такая интересная брошечка брошечка конечно же винтажная это видно сразу маркирована маркировка джоджо не знаю видно вам или нет вот здесь джоджо причем в двух местах вот здесь вот на листиках видите джоджо и здесь джоджо я находила похожие в интернете продается как винтажный только я находила такую же только две грозди винограда вот тоже на таком вот на такой вот на веточке с листиками две грозди висят а здесь одна может одна отломалась не знаю вроде не похоже может должна была быть дверь не знаю но во всяком случае так тоже неплохо красивая такая зеленая эмаль все на месте почти что нет утрат если да то очень совсем немножко здесь красивая сиреневая такая эмаль вкрапления из прозрачных тразиков здесь тоже зеленая эмаль на листиках ну и конечно она интересна тем что она вот такая вот подвижная это конечно очень классно и прикольно не знаю наверное судя по всему может быть 60-е года иголочка немножко деформирована в принципе она совершенно целенькая и новенькая вот такая вот замечательная красавица очень красивая красивая-прекрасивая необычно еще одну колье от компании и его за восемь целых восемь долларов тоже очень интересная тоже трудно сказать возраст а где я видела что он вот и его еще один ему мне пришел не решили забросать а вот здесь написано очень маленький такой шилдик крошечный и тут написано и но почти что не видно но поверьте мне очень интересные такие три нитки три цепочки смотрите какие интересные цепочки за счет вот этих видите насечек таких и на каждой цепочки находятся вот такие вот симпатичные припаяны вот такие вот бусинки 4 прозрачных кристаллика вот они вот так вот припаясь и разложить знаете что я не люблю в этих многорядных украшениях что их очень трудно показывать и когда надеваешь каждый раз нужно очень внимательно их раскручивать перекручивать потому что они вот вот такие вот все время закручены перекручены между собой вот такая вот застежка у них обычная ну вот такой вот колье красивенько очень красивые простите меня пожалуйста за сюсюканье красивенькая маркировочка шилдик ну чё-то меня сегодня потянуло на вот такие вот какие-то сюсюкающие массивы последнее украшение как всегда загадка как всегда я в сомнениях янтарь не янтарь или сплав янтарь на какой такой знаете интересное какое-то побитое покоцанное вот тут явно что-то отломано вот это явно кто-то прилепил наверно а может и нет в общем купила его потому что мне стало любопытно с ним разобраться и понять что это такое мне кажется но старенькая винтажненькая потому что вот эти вот шапочки вокруг бусин спасибо за подсказку в прошлом видео я что-то блотыкалась не могла вспомнить название шапочки да на бусинах и бусины сами видно такие что они старенькие вот такая вот интересная цепочка не сказал цепочечка но потом подумала это прям уже будет перебор сюсюканье супер перебор стоило дорого целых 799 целых 8 долларов застежки нету вот так вот идет цепь вот так вот она идет цепь цепочка бусины и на конце этот кулон даже не знаю что сказать вам похоже на янтарь на мой взгляд смотрите какой ну вот это меня смущает вот что вот это такое зачем это здесь как бы вот был бы допустим красивый даже может быть янтарный кулон кто-то тот прилепил сюда зачем они это сюда прилепили может так положено может такой был дизайн а может кто-то самоделкиным занимался но не похоже потому что я честно говоря хотела его подковырнуть и посмотреть отвалится ли но не отвалился пределом очень хорошо очень крепко и такое впечатление что он вот вдавлен понимаете в общем не знаю если это янтарь настоящую то кому нужно было вот это вот лепить сюда правда же не знаю очень странно и плюс вот здесь вот явно что-то что-то было и что-то отломалось причем самое интересное что я подумала что может был еще какой-то элемент припаян сюда типа кисточки или чего-то такого или может быть вот таких вот бусин каких-то но он не в цене по центру то должен был бы откуда отсюда вот свисать а вот где-то сбоку нити не знаю что это за чудо чудное такое купила просто потому что мне было так интерес хотела вот вам показать посоветоваться с вами мне просто было интересно собой разобраться и понять что здесь к чему вот такая вот в принципе то что здесь что-то отломано это не видно то что здесь вот эта штука приделываем ему как бы портит его на не сильно вот эти вот бусины вообще красивые красивые шапочки и красивая цепочка в принципе очень хорошо красиво сделано вот это вот обравление вот такая вот интересная штука интересная загадочная жду ваших комментариев что вы думаете что вы про это все скажете ну вот дорогие друзья такое у нас сегодня было видео вот такое вот вот такие вещи я вам сегодня показала украшения интересные надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно и жду ваших комментариев и ваших оценок и жду о следующем видео может быть примеров может быть обзора магазина может быть болталок или может быть винтажных и не очень украшений всем привет из канады всем пока пока бай всем привет от диты